Мечеть, купол скалы и мечеть Алякса на Храмовой горе. Древнейшие мусульманские памятники, стоящие на месте, где стоял ветхозаветный храм Соломона, в двух шагах от гроба Господня. Полное обладание этим местом – цель всех религиозных экстремистских движений. Мусульмане, евреи и христиане верят древним пророчествам об этом месте. Евреи знают, что на Храмовой горе воссядет Машех. Христиане говорят, что на этом месте будет стоять храм Антихриста. А вот для мусульман это место стало символом их разрушенного единства. Израиль – единственная немусульманская страна на Ближнем Востоке. Израиль – кость в горле для всех мусульман в мире. Освобождение Иерусалима от иноверцев и полное обладание Храмовой горой – вот цель, которая, по их мнению, оправдывает все средства. Нынешнюю свою атаку на Израиль Хамас так и назвал «потоп Алякса». Иерусалим – это отражение всех мировых процессов и главный ориентир в Третьей мировой войне. Третья мировая война. Боимся, что будет Третья мировая война, или мы пытаемся избежать этого вот страшного события. Или, может быть, просто Третья мировая война уже идет и идет давно. А может быть, это даже не Третья мировая война, а может быть, это просто одна сплошная современная война, которая никогда не закончилась. Та же самая война, которая началась в девятнадцатом веке, то есть, когда была Крымская война между Турецкой империей и Царской Россией, в этой войне участвовали также и европейские державы, с одной стороны. Европейские державы были уверены, что они тоже воюют на стороне демократии, на стороне ценностей французской революции, парламентаризм и так далее. А вот Российская империя тогда была уверена, что они отстоят права православных и в России, и на Ближнем Востоке, права традиционных ценностей, права более консервативных взглядов, я не знаю, на общество. То есть, такая война была. На самом деле, Крымская война закончилась или нет. Ну, потом Турецкая империя развалилась, в принципе, и была Первая мировая война. Плоды Первой мировой войны – это тот мир, который нам знаком сейчас. То есть, это наш миф о создании современного мира. Каждый народ имеет свой миф о том, как его мир был создан. Наше коллективное мышление, воображение начинается с этими войнами. Крымская война, Первая мировая война. До Первой мировой войны были вот такие империи. Турецкая, Османская империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя. После этой войны появились новые государства и новые границы. И на Ближнем Востоке, на развалинах Турецкой империи появились Саудовская Аравия, Иордания, Екипет, Ирак и так далее. И, естественно, обратная реакция Первой мировой была что? Можно ли сказать, что была Первая мировая, Вторая мировая? С точки зрения историка – это одна война. Историки обычно смотрят на большой промежуток времени. И как бы, ну что, как 1915 годы, потом как бы 1939 или 1941 – это как бы одна война. Вторая мировая война против фашизма, когда свободный мир, в том числе и Америка, и Великобритания, оккупированные Европы и страдающие СССР, как бы победили вот эту ось зла, то, что называется. Да, Японии, Германии тоже большой ценой и, конечно, большими как бы жертвами со всех сторон. И, конечно, даже враг как бы потерпел большие поражения. Мы знаем, разрушены были Дрезден, город, где пострадали много мирных людей, пострадала как бы Япония. Ну, нам это все известно. И вроде бы должен был какой-то мир наступить, но нет. Была холодная война, которая была не очень холодная на самом деле. Как бы горячие точки были везде. Как вы знаете, как бы арабские страны были на стороне СССР. Израиль стал на стороне Америки. Как бы все эти войны Израиля с арабскими странами тоже. В этом было связано и СССР, и Америка, как мы все знаем. Вьетнам тоже. И вдруг, то есть, веселый 90-й, то есть, конец холодной войны. Но, как мы видим, это был обман. Потому что эта война продолжается и сейчас. Война в Сирии, война в Украине, где тоже разные, то есть, представители Европы говорят, мы боремся за те же самые слова, как при Кримской. За свободный мир, за демократию, за парламентарные государства и так далее. А Россия, наоборот, показывает авторитетный такой как бы лидер, который не имеет замены. Вот официально Путин его, в принципе, выбирает. Он не считается монархом и так далее. Но, по сути дела, как сказал не так давно Песков, нет замены. Когда человек без замены, значит, это уже естественно. Можно обижаться, можно нет. Но это не демократия. Что нового? И что может настоящий, истинный христианин? Он может ли вообще, как-то, находит ли он место для себя в этом мире? Может он выбирать какую-то, как бы, чью-то сторону, как бы, и думать, что он ратник Божий, что он действительно на стороны Божьей? Итак, французская революция разделила мир на два лагеря. Демократические страны и страны с тоталитарным режимом. Хотим мы этого или нет, но противостояние этих двух абсолютно противоположных идей, конечно, и было, и есть, и, наверное, будет до самого конца мира. И вот у любого человека возникает вопрос. А на чьей, собственно, я стороне? Что мне ближе? Во что я верю? Я верю в демократию, где у каждого свобода совести, каждый делает все, что он хочет. Или я верю в тоталитарные страны, в тоталитарный режим, который любой ценой хранит традиционные ценности и огораживает себя железным забором от всех остальных. Для верующих людей, для нас, этот выбор еще сложнее, потому что здесь мы знаем, что из Библии знаем, что в последние времена, перед самым концом света будет идти страшная война добра и зла. И, естественно, любой человек хочет быть на стороне добра. Только вопрос, как же эту сторону определить? Все-таки какие же страны находятся на стороне добра с Богом, а какие страны одновременно с дьяволом? Начинаются тонкие разбирательства в политике, начинаются сложнейшие мыслительные процессы чтения книг, слушания куч всяких блогеров, политологов, священников, и попытка все-таки понять, где мне жить, какой паспорт иметь, в какую страну переехать, что мне сделать, чтобы мне точно быть в числе ратников Божиих. Тут, конечно, нами движет не только альтруистическое желание просто быть на стороне добра, нами еще и движет такое очень меркантильное, можно сказать, чувство, вот как бы так все-таки быть на стороне ратников Божиих, то есть там, где Бог будет помогать в этой войне, но чтобы мне как-то поменьше в этой войне все-таки пострадать, да, и мне, и моим детям, а все-таки хочется как-то так спокойненько ее пережить. И вот в этих метаниях проходит дни и ночи большого количества людей. И это, наверное, самая большая заморочка, которую вообще дьявол когда-либо придумывал, потому что именно это есть огромное-огромное заблуждение. Это попытка материализовать вещи абсолютно духовные. Такие вещи, как добро и зло, такие вещи, как Бог и дьявол, такие вещи, как духовная борьба, духовная война, они никаким образом не могут воплотиться в конкретные боевые действия конкретных стран против друг друга. Тут некоторые возразят, ну а как же, простите, Ветхий Завет, Израиль, народ Израиля, очень конкретно даже, воевал и боролся с язычниками и уничтожал их города. Во-первых, это был единственный случай, если мы с вами берем Священное Писание, то это был единственный, исключительный случай в истории человечества, когда такая война происходила, и происходила она ради очень конкретной цели, ради того, чтобы из этого же народа потом родился Спаситель мира Христос. И вот уже то, чему учил нас Христос в Евангелии, вот это уже и есть указание для нас к действию, а не то, что было в Ветхом Завете, и копировать древний Израиль нас Господь не призывал никаким образом. И вот, соответственно, мы начинаем понимать, что ни с конкретным народом, ни с конкретным правительством или государственным строем должно находиться наше сердце. Для того, чтобы быть ратниками Божьими в этой войне, мы должны находиться на стороне Господа Иисуса Христа. А что это означает? А где его столица? Где его государство? Как паспорт-то получить в его государстве, чтобы ему верно служить? Паспорт мы получаем при крещении. Так и сказал священник, когда мы крестили маленькую Лидочку, теперь есть у неё паспорт, гражданство в Царстве Небесном. Не потеряйте этот паспорт, сказал он. И самая главная война, таким образом, происходит у нас в сердце, в сердце каждого человека. И война эта действительно становится всё более и более ощутимой, всё более жестокой и серьёзной. Желая заручиться помощью, поддержкой в этой борьбе, а также гарантировать себе стопроцентное спасение и стопроцентную гарантию того, что находишься уж точно на стороне добра, человек возвращается к религии, приходит в церковь. Но является ли это действительно решением вопроса? Несмотря на то, что Фридрих Нитча говорил о смерти Бога, смерти религии, мы выйдем наоборот. Возрождение последних 30 лет, невероятнейшее возрождение, именно религии, в её самое первобытное, радикальное, фундаменталистическое черты. То есть, если, например, в 80-е годы было ощущение, что человечество и на север, и на юг, и на запад, и на восток все идут к какому-то более, я бы сказал, гедоническому образу жизни, это и в культуру, и в кино, и в популярной музыке было. Вот уже к конце 90-х, начало 2000-х и до наших дней, мы видим наоборот, как религия становится, вот такое возвращение к религии. Евреи обращаются больше к юдаизму, мусульмане становятся более радикальны, мусульмане, и, конечно, после советской, как бы, вот, периода, вот вдруг русские вернулись опять в православие. Но является ли это действительно возвращение к Богу? Вот в этом и весь вопрос. Дело в том, что человек может принадлежать к определенным религиозным структурам, и даже думать, что он человек верующий, а на самом деле это будет что-то совсем другое. В этом и вся опасность. В этом, в принципе, и как я вижу опасность иранской революции. То есть я, например, вижу, что иранцы, те, которые дали... Вот пытаюсь даже с симпатией посмотреть на роль революционеров, иранцев, как Аятола Хумейны, то есть люди, которые как мыслители, даже как философы, были довольно, как бы, серьезны. Я не издеваюсь над Хумейна. Он очень был такой умный человек. Он жил в гонении во Франции. Он даже писал не только богословские труды, он писал стихи. То есть он был по душе такой художник. То есть не просто художник неудачника, как Гитлер, а художник, то есть настоящий человек с каким-то понятием о гармонии. У него было очень сильное такое историческое мышление. И он понял, что как бы Шах является такой, как бы, тоталитарный лидер, который его поддерживает Америка. Короче, я всю историю про иранскую революцию не буду вам рассказывать. Но Аятола Хумейни создал новое в мире явление, явление Исламской республики. И вот эта Исламская республика, это вроде бы, как бы, для человека, который стоит за какие-то, не знаю, традиционные ценности и так далее. И как бы, это должно быть, как бы, его мечта, его, как бы, вот, утопия, как бы, замечательная. И так об этом, кстати, и пишут, 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 вот, официально биографии патриарха Кирилла. Да, это официально биография, которую я читал, когда еще был в Иерусалиме, водил группы паломников. Пока паломники все занимались покупки, записки, покупки сувениров в магазине в Горнинском монастыре, это монастырь, который принадлежит русской православной церкви, русской духовной миссии в Иерусалиме, это их монастырь, и там такая, как бы, лавка, и паломники там очень любили, там, подаваться ракаусты. Я в это время взял книгу, которая по благословению патриарха Кирилла, это его биография, там, про его родителей, про его дедушку, про его священническая семья, про его студенческие годы, то есть я это все читал. И там черно-побел ему написано, что Иран является для нас, для русских православных, и именно для патриарха Кирилла, вот образец, который нам надо подражать, и который нам надо поддерживать. Звучит это, конечно, прекрасно. Звучит это, конечно, как такая, действительно, некое идеальное, идеальное, как бы, ведение общества или взаимоотношения религии с государством и так далее, где духовной основой является, вот, главной вдохновляющей для народа и так далее, когда главный правитель, это, в принципе, религиозный лидер, как это, в принципе, в наши дни президент Ирана ничего не решает, а решает как раз главный, как бы, аэтола, да. Однако, вот эта смесь может быть допустима в ислам, хоть мне кажется, даже в ислам это вредно, но для христианина такой смесь, когда наше откровение, это Бога, который говорит, царство мое не от мира сего. Когда любой папа римский или любые другие какие-то представители земные пытали взять на себя эту роль, это всегда порождало ересь, с нашей точки зрения. И именно поэтому, несмотря на то, что я считаю, что в ныночные обстоятельства в современном мире и хороших, и для нас, как бы, государств, где бы мы полностью, как православные, почувствовали как дома, такого нет. Но, несмотря на это, я, конечно, считаю, что разделение на светское государство и религия, религиозные общины должны быть самостоятельны, полностью самостоятельны, как староверы были самостоятельны, как общины первохристианские, как общины в катакомбах были самостоятельны. Люди хотят молиться, они собираются, молятся. Если кто-то из них достоин быть священником, епископ его руку полагает. И государство тут абсолютно ни при чем. То есть, потому что все эти попытки делать вот некая идеологичная церковность, это порождало ересь, это порождало жестокость, это что-то в этом неправильное, когда у тебя есть православный телевизор, православный радио, православный бизнес, православный банк, и, может быть, потом еще и православный спорт, православный бордель, православные войны, храм Зивса, и как бы вот, и ракета, как бы, в честь Серафима Саровского-Вдивеева. То есть, это как бы, это выглядит абсурдно, только посмотреть со стороны и понять, как это действительно выглядит абсолютно нелепо. Религиозный экстремизм находит в себе поддержку в толковании священного писания, во всевозможных преданиях и пророчествах, а также в экстраполяциях некоторых религиозных писателей. Так, в христианской, в особенности православной традиции, есть устойчивое предание о том, что мечеть Золотой Купол, которая стоит на Храмовой горе, в последние времена будет взорвана, и будет на ее месте построен Третий Ветхозаветный храм. Построят его евреи, но, по сути, этот храм будет являться храмом Антихриста. Именно он воцарится, воссядет в этом храме. Антихристом называют человека, который будет всеобщим мировым правителем, который будет выдавать себя за истинного Мессию, то есть за помазанника Божьего, но на самом деле будет являться самым страшным в истории человечества самозванцем. Он начнет преследовать всех верующих, и там уже в скором времени после этих страшных гонений и преследований и наступит Второе пришествие Христа. Принято считать, что взрыв мечети будет не то началом, не то последствием Третьей мировой войны. Вообще складывается такое впечатление, что в Третьей мировой войне религия, религиозность играет чуть ли не ключевую роль. Дело в том, что все мировые религии и христианство, иудаизм, и ислам можно назвать религиями добра и света. Об этом вам скажет любой верующий, мусульманин, иудей, христианин. И действительно, если посмотреть на эти религии внимательно, так оно и есть. Но в каждой религии есть, как бы, сказать проще, две версии этой религии, два варианта. Один вариант истинный, то есть тот, который был дан через откровение Божие. И там действительно есть очень много общего. А что именно? Духовное, личное совершенствование человека. То есть человек старается быть ближе к Богу. Человек старается измениться, преобразиться, стать другим уже во время своей земной жизни. Старается жить так, как заповедал Бог, ну и так далее. То есть это личный момент, момент личного совершенствования. А есть, как бы, у каждой религии второй вариант, вариант народный, попроще. Обычно людям лень, в общем-то, копаться, заниматься всякими трудными вопросами. Намного проще исполнять, соблюдать, принадлежать, вычитывать. Ну, вы уже догадались. И, соответственно, вот эти простые варианты мировых религий, скажем так, народные, они очень легко, очень легко превращаются просто в зло. Потому что людей, объединенных по принципу общего обряда, общих традиций, общих культурных каких-то моментов, этих людей очень легко повернуть в ту сторону, в которую нужно. И, соответственно, правители, власти или лидеры этих организаций, когда им это нужно и выгодно, имею в виду религиозных организаций, они этим моментом пользуются. И очень легко превращают верующих людей в аудиторию, в электорат, в некую массу, которой можно управлять. И это ещё полбеды. Когда люди объединяются вокруг какой-то идеи, даже очень хорошей, предположим, идеи хранения традиционных ценностей, они очень быстро превращаются в религиозных экстремистов. Почему? Да потому что все люди, которые не хранят эти ценности или хранят какие-то другие свои ценности, автоматически становятся для них врагами, олицетворением зла, а то и прямо самим дьяволом. Сейчас на экране вы видите шествие еврейских религиозных националистов. Но не думайте, что проблема только с ними. Любой религиозный национализм – это ересь, иначе заблуждение, ошибка. А вот когда объединяются люди, искренне ищущие Бога, люди, которые стремятся к личному, духовному совершенствованию, духовному преображению уже в этой земной жизни, вот тогда мир вокруг них буквально на глазах становится другим. Это именно то, о чем говорил Серафим Саровский. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но для этого нужна внутренняя свобода. И вот то, что необходимо для того, чтобы иметь вот эту внутреннюю свободу, действительно, это критическое мышление. Потому что, вот кажется, надо все принять на слово, если говорят, что этот лидер хороший, или этот батюшка идеальный, надо принять, надо смиряться. А дело в том, что нет. Критическое мышление необходимо для любого обивателя, гражданина, прихожанина, веющего человека. Потому что, если нету критического мышления, человек создает кумира. Он создает кумира из своего гуру, из своего духовника, из своего религиозного лидера, или светского лидера, или президента, монарха. И вот, когда человек создает кумира, он не несет ответственность за свои поступки. Потому что вот это кумир, истукан, который я им клонюсь, он всемогущий, он все решает. И как бы, я ни при чем, я смиренный, я смиряюсь. То есть, это очень как-то глубочайшая ошибка. Потому что страшный суд, это для каждого из нас. Это не будет просто какое-то коллективное наказание. Это так, как люди думают. Они думают коллективно. А Бог, он обращается к каждому отдельному человеку, к каждой отдельной личности. И тут, как бы, человек не может избежать своей, как бы, ответственности за свои поступки, за свои мысли, за свое нежелание знать, нежелание разобраться, нежелание, например, понять, что на самом деле с исторической точки зрения, например, святой преподобный Сергий Радонежский никогда никакого воина не благословлял, и был бы сам в ужасе от даже такого мысли. То есть, это если человек мыслит критически, он проверяет настоящих источников, и не билетристика, которую писали потом, и стало житье преподобного Сергия. Да? Вот обращаем внимание, что когда совесть нас укоряет, нет, война это зло, война это нехорошо, тут же, как бы, нам пропаганда с другой стороны говорит, нет, нет, больше так не думай, все хорошо, все прекрасно, потому что преподобный Сергий Радонежский благословлял наших воинов, да никаких воинов он на самом деле не благословлял. Если читать Евангелие, если читать настоящих, подлинных творений святых отцов, и то, что касается жития святых, это полезное чтение, но кто разбирается, да, вот в истории, как создали вот эту литературу, а жития святых это литература, это не догматика, да, это назидательная литература, которая имеет свои какие-то цели, а кто разбирается с этим серьезно, понимает, что есть жития, вот очевидцев, есть жития, которые писали сто лет спустя, двести лет спустя, триста лет спустя, а есть кто, какой-то, я не знаю, там поп Василий из села Пупкино, как бы, сочинил, писал у себя, как бы, в компьютере, и как бы человек читает и думает, что это настоящее житие, поэтому очень нужно быть бодрым и вот быть смелым и также вот иметь сочувствие к заблуждению других людей. И тут уже это момент, который для меня тоже очень важно сказать, что, может быть, не надо мне об этом говорить, но часто люди думают, одни думают, что я антисемит, другие думают, что я русофоб, третий думает, я не знаю что, и это такая чепуха на самом деле, потому что, если человек критически относится, например, к своему собственному натию или к своему государству, государство опять, государство это не народ, это не страна, это не край, да, вот я, например, критически, даже сейчас, во время войны, отношусь критически к власть Израиля, да, или отношусь критически к власть в Украине, да, это что означает, что я хочу, чтобы Израиль проиграл войну или Украина проиграла войну, или чтобы они были уничтожены, Если я, например, категорически против политика Путина, Кирилла, это что значит, я ненавижу русских? Да что за чушь? Это полная ерунда на самом деле. И, конечно, не так давно даже вспомнил настоящий шедевр русской духовной литературы. Это рассказы странника своему духовному отцу про Иисусову молитву. Ну вот какое потрясающее произведение. Настоящее русское, духовное. То, что нужно сейчас людям больше всего. Вот такой, как бы, с одной стороны, очень такой русский человек, который сейчас даже почти нельзя найти. С его простоты вера, но при этом любопытство, желание читать настоящих святых отцов, а не какое-то, как, непонятно, сомнительное житие. Человек, который ходит с Евангелием, с добротолюбием, и на устах у него постоянно Иисусова молитва. Но это же настоящая Россия, которую мы любим. Они в каких-то храмах, как бы, вот, я не знаю, в честь ядерных ракет и цвет хаки. Это мы категорически не принимаем и не хотим такого, чтобы вообще было. А вот настоящая русскость, русскость Достоевского, русскость даже Чехова, даже Льва Толстого, и, конечно, Россия настоящих святых, истинного Сергия Радонежского, неложного образа, который люди создали по своему мерзкому образу и подобию. Какие бы тяжелые испытания не ожидали нас в будущем, и, может быть, даже в будущем ближайшем, самое главное сейчас – это не терять образ Божий в себе. Видеть образ Божий в других людях – это поможет нам не терять любовь и взаимную молитву друг о друге. Этим и будем держаться. А мы, друзья, прощаемся с вами с самыми теплыми пожеланиями и с надеждой на скорую встречу на следующей неделе. Продолжение следует...